всем огромный привет наконец-то наступил один из моих самых любимых месяцев в году декабрь и не только потому что у меня в этом месяце день рождения а потому что этот месяц он наполнен волшебством магии подготовкой к праздникам я думаю что вы все согласитесь со мной декабрь месяц особенный так вот сегодня хочу поделиться с вами списком тел который нужно сделать до нового года потому что на самом деле я составляю небольшие списки дел на каждый месяц своей группе вконтакте но как я уже сказала декабрь для меня месяц особенный и я составила огромный такой список практически на каждый день того что нужно успеть сделать до нового года и я надеюсь что вам понравится это видео так что давайте начнем самое первое с чего я начинаю декабрь это я либо достаю свой новогодний свитер рождественский либо же я иду и покупаю новый также я советую приобрести какие-нибудь классные новогодние рождественские носочки с таким красивым орнаментом и собственно говоря настроение уже мы задали следующий обязательный пункт для меня это составить список подарков и важных дел на месяц собственно говоря это очень важно потому что вам нужно будет все это успеть потом купить и если у вас уже есть список то со списком уже работать намного проще следующий пункт составить рождественский плейлист тут уже отталкивайтесь от своего вкуса я конечно создам свой рождественский плейлист и обязательно поделюсь ним в своей группе вконтакте как я всегда это делаю каждый месяц так что если вам интересно то обязательно заглядывайте вообще музыка создает настроение поэтому я думаю что создать плейлист именно связанный с праздником это одна из самых таких главных задач на месяц декабрь следующее важное дело это обязательно покататься на коньках и если вы не умеете кататься на коньках также как я то присоединяйтесь к моему клубу мы будем стоять просто у бортика и смотреть как другие красиво катаются в общем в любом случае я считаю что катание на коньках или стояние на коньках это очень рождественское такое новогоднее занятие потому обязательно нужно этим заняться следующее что я обычно делал декабре это покупаю новую елочную игрушку возможно даже не одну как повезет вообще каждый год я стараюсь оформлять елку какие-то разные цвета то есть например если следующий год у нас красные огненные обезьяны то соответственно все в основном игрушки у меня будут красные поэтому я могу докупить какие-то красные игрушки которых мне не хватает или купить какой-то целый сет в общем до такого плана следующее очень важное задание это приготовить тыквенные пряные латы тем более что рецепт этого напитка уже есть у меня на канале я обязательно оставлю ссылочку под этим видео если вы еще не видели обязательно посмотрите и если вам повезет в вашем городе выпадет снег то я вам советую слепить снеговика потому что это занятие крайне развлекательное объединяющая всех друзей знакомых это очень весело так что обязательно обязательно слепите его также не забудьте испечь имбирные печенья пряники вообще какие-нибудь печеньки потому что это во первых классный подарок во вторых это вкусно следующий пункт посмотреть новогодние фильмы вы можете устроить целый марафон пересмотреть например один дома все три части ли сколько их там можете посмотреть всего гарри поттера в общем можете посмотреть просто какой-то любимый новогодний фильм в любом случае я уверена что просмотр этого фильма или фильмов принесет вам обалденное рождественское настроение и если вы еще не достали гирлянды осенью чтобы избавиться от осенней депрессии то время доставать гирлянды и украшать свой дом когда уже все подарки будут куплены не забудьте выделить время для того чтобы красиво упаковать подарки потому что красиво упакованные подарки получать намного приятнее кто еще не умеет вырезать снежинки учатся вырезать снежинки а кто уже умеет тот вырезает и украшает окна или просто квартиру потому что во первых опять таки это занятие очень забавное и веселое а во вторых когда вы последний раз делали что-то своими руками ну и конечно же пришло время поставить елку и украсить ее как вы видите я уже с этим заданием справилась у меня уже елочка стоит у меня елочка искусственная но тем не менее очень красиво и если вам уже 18 плюс то у меня для вас есть очень важное задание сварить глинтвейн мне кажется это очень здорово потому что ваш дом наполнится ароматом вина специи и вот это рождественское настроение но конечно же связано и с ароматами и запахами поэтому лично мне больше нравится именно процесс готовки глинтвейна именно процесс когда его варят чем в общем-то его пить но в любом случае аромат квартире будет стоять потрясающе так что обязательно сварите глинтвейн но если вы еще не купили свечки то ну уже пора пора уже декабрь на дворе уже пора идти и купить хоть какие-нибудь свечи зажигать их и собственно говоря радовать себя и внести в свой дом приятную уютную атмосферу какой новый год без мандарин я не знаю для меня запах мандарин это именно запах рождества и нового года поэтому еще одна очень важная задача это пойти в магазин закупить мандарин наезд своих в общем что вот этот запах стоял у вас дома в квартире в доме в общем-то мандарины ну и конечно же пора подумать о том чем вы встретите новый год или рождество смотря что вы отмечаете и когда вы отмечаете пора купить собственно говоря наряд платье я знаю что этот год нужно встречать в красном или в золотом но я думаю что прежде всего нужно отталкиваться от тех цветов которые вам идут так что не забудьте присмотреть для себя праздничный костюм еще одна очень главная задача с которой желательно расправиться в начале декабря это привести себя в порядок что я имею ввиду записать себя на стрижку на покраску на маникюр на педикюр и потому что все мы девочки знаем что в конце месяца мест никогда в салонах нет именно поэтому я уже записалась на стрижку поэтому в день когда выйдет это видео у меня уже не будет посеченных кончиков чего я вам советую обязательно запишитесь заранее если вы это вообще планируете делать потому что до чаще всего концу месяца вообще не пробиться к мастерам именно к хорошим мастерам остриться в салонах которых вы никогда раньше не были но это по крайней мере как-то стремно обязательно запишитесь к мастерам которых вы уже знаете которым вы уже давно ходите потому что записываться какой-то неизвестный салон вы не будете просто знать что у вас будет потом на голове поэтому да лучше позаботиться об этом заранее и сейчас начале декабря все это решить еще очень важное дело это встретить новый год без какого-то лишнего хлама я вам советую разгребсти свои запасы одежды какие-то мешки отложены в шкафу в шифонере какие-то книги журналы потому что новый год он все-таки новый хочется начать с чистого листа поэтому лучше избавиться от всего ненужного и также я советую позаботиться о праздничном новогоднем меню или рождественском смотря что вы отмечаете уже заранее подумать что вы будете готовить составляйте планы списке это вам наверняка поможет уже ближе к дате ну и конечно же самое главное при встрече нового года не забудьте закатать желание потому что если честно новогодние желание они всегда сбываются и да после того как вы загадаете желание встретите новый год не забудьте посмотреть рождественскую серию шерлока холмса который выйдет 1 января и называется по моему скверная невеста вот такой был список дел на декабрь я надеюсь что мои советы вам немножко помогли если у вас есть какие-то еще важные дела которые вы обязательно выполняете в декабре оставляйте их в комментариях возможно это пригодится кому-нибудь еще я надеюсь что вам понравилось это видео и мы увидимся с вами в новом пока подписывайся на канал слова beauty tips для того чтобы не пропустить новые видео